Всем добрый день! Сегодня 1 июня, начало лета, календарного. У нас немного совпадает тепло на улице. Такие как мирные будни, траву постригают коммунальные работники этими машинами, жужжи, всё. Люди, соседи что-то там шкребут, дрелью работают, ремонт делают люди. В общем, как не летят ракеты, как нет воздушной тревоги, то вроде бы кажется, и всё нормально. Мэр наш написал в интернете, что, ну, проблемы с солью, мне дети купили соли, 2 килограмма мне вот так хватит. Почём же? По 20, по-моему, гривен. Ну, надолго хватит есть соль. А мэр сказал, будет много соли у нас, ну, только из-за границы привезут. Но один нюанс, будет дорожче. Дорожче. Сколько той соли надо, как её будет полно. Так ведь, взял пачку, пока израсходуешь эту соль. Гречка-то дорогая. Гречка по 68 гривен. А если дороже? Ну, как-то так. И гречку не каждый день едим. Главное, чтобы был мир, а там как-то всё наладим, настроим, и всё будет нормально. У нас пока сегодня тишина. Слава тебе, Господи. Не ждём ничего, нам ничего плохого не надо. Пусть так и будет. Говорила я, вчера купила скумбу, и вот такую, гляньте, красавица какая-то большая. И сделаю уху. И написали некоторые подписчики, заснимите. Но рецепт простой, проще некуда. Без всяких там прибамбасов, что-то такое, сфер естественное. Поставила воду уже, греется в кастрюльке. Картошка начищена, лук, морковка. Сейчас всё покажу. Вода закипела в кастрюле. Начистила пару картошек. По вкусу чистить. Готовьте. По вкусу, сколько вам нравится, столько и начистить их картошкой. Кто любит побуще, кто реденький супчик. Рыбку я уже подготовила. Помыла. Рыбная картошка попалась. Картошку нарезала. Сразу лук, морковку подготовлю. И всё. Лук. О, какие-то шкурочки. Лук мелким кубиком пойдёт. Ничего зажаривать не буду. Рыбка хорошо пахнет. Жирненькая, ничего лишнего не надо. Добровый лист и перчик чёрный. Ну, кто ещё любит какие-то там специи. А так уха будет вкусная. Обычно у меня досточка используется другая такая, какая-то. Не деревянная, из чего она, не скажу. Но главное, нож не стучит так, как об деревянную. Картошку и лук уже вбросила в кастрюлю с водой горячей, с кипящей. Морковочку добавлю. Варится картошка, морковь, лук. Посолила. Потом, как рыбку положу, то досолю до вкуса. Покажу рыбу. Рыба подготовлена. Живот я у рыбы не разрезала. Постаралась всё это вытянуть, ненужное, через это отверстие. Чёрное всё вытянула. Всё убрала. Потому что разрежешь живот рыбы, то, как варится рыба, выворачиваются вот эти вот части наружу некрасиво. А так будет целенькая. Уже почти-почти готовы овощи. Закладываю рыбку. От рыбы появляется пена, я её буду всю снимать. Пену убрала. Появляется ещё, ещё уберу. Сейчас добавляю лавровый лист, перец горошком, чтобы вкус был у бульона. И рыба приняла немного этого вкуса. Добавила и листик, и перец душистый. У меня приправа такая, из Египта, когда-то дети привезли. Острая, острая. Я немножечко всегда добавляю в уху. Острота приветствуется в ухе. Добавлю петрушки. В конце прокипит минуту, и всё, с петрушкой выключаю. Уха готова. Уха готова. Ароматная такая. И вкусная, я знаю. Не первый раз варю. Понравился вам рецепт, можете тоже. Со скумбрией сварить уху. Это очень полезная рыба. Здесь очень много жирных кислот. Омега-3 полезных для нашего организма. Так что, пожалуйста, готовьте. Кушайте. И приятного всем аппетита. Поела ухи. Свет выключила уже. Но хочу добавить. Рыба очень вкусная. И как покупаете скумбрию именно, всегда крупную выбирайте. Животик серебристый, такой толстенький. Спина, чтобы широкая была. И большая рыба. Тогда она очень вкусная. А взять мелкую скумбрию. Совершенно невкусная, сухая. Но просто неприятно есть. Вот это я хочу добавить. Кстати. Уха готова. Обстановка пока тихая у нас. Слава Богу. Но это только обеденное время. Сейчас будем обедать. Дай Бог, чтобы и до вечера так было. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки. Готовьте со мной. И до новых встреч. И всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...